Когда вор в законе попадает в исправительную колонию, то его ждет нелегкая жизнь. Администрация всячески пытается устраивать провокации, чтобы вор отказался от своей короны. В нелегкой ситуации в течение 7 лет был Бадри Кутаиски, но за это время он смог доказать, что относится к тем законникам, которые, несмотря ни на что, будут соблюдать свято-воровские традиции. Бадри Амберкиевич Кутаиски, он же Бадри Кутаиски, родился 22 марта 1964 года в Кутаисе. В первый раз за кражу его осудили в возрасте 20 лет. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 лет лишения свободы. Уже отбывая первое наказание, он проявил себя как человек, который строго придерживается воровским понятиям. За это он и пользовался уважением у сокамерников. Сразу после освобождения в 1989 году был коронован воры в законе в Краснодаре. Став законником, Бадри Кутаиски вошел в состав в одну из самых мощнейших группировок, которую возглавлял прославленный вор в законе Дед Хасан. После этого перебрался жить в Москву. В последующие годы он дважды был задержан за хранение наркотических средств. Но оба раза было ясно, что это провокация сотрудников правопорядка, которые хотели нейтрализовать группировку Деда Хасана. В первый раз за хранение наркотиков он отправился отбывать наказание в исправительную колонию в 1999 году сроком на три года. А второй раз был освобожден от этой участи в связи с новой президентской реформой. В середине нулевых годов с поста сошел Триел Аняни, который в свое время возглавлял кутаисцев, и на его место решили выдвинуть свою кандидатуру в Адри Кутаиски. Этот поступок сильно огорчил Деда Хасана, и он не засчитал весь воровской срок, который Бадри провел за решеткой. Вскоре, в 2011 году, вор в законе попадает в тюрьму. Бутают мнения, что здесь также подсуетились его враги. Последний срок заключения, когда вор в законе провел за решеткой, 7 лет стал для него самым суровым. Сотрудники ФСИНы всячески пытались сломать его, но Бадрик Кутаиски был непреклонен, и все время доказывал, что он является классическим носителем традиций воров в законе. За 7 лет лишения свободы, его то и дело, что каждый год переводили из одной колонии в другую, подсаживали в камеру к явным провокаторам, отсаживали от остальных людей, пилили на две части ту скамейку, на которой он спал, заставляли голодать. После этих действий, которые вор в законе достойно выдержал, надзиратели признали свое поражение, а Бадрик Кутаиски своей непреклонностью только укрепил свой авторитет в криминальном мире. Когда его срок освобождения подошел к концу, администрация ФСИН приняла решение о назначении для него дополнительного надзорного наказания. Связали они это с тем, что в исправительной колонии перевоспитать его не удалось. В 2018 году он вышел на свободу, но еще в течение трех лет ему нельзя было покидать пределы местопроживания, ежедневно отмечаться у участкового и пребывать домой не позже установленного времени. При нарушении этих условий на вора в законе будет заведено новое уголовное дело, и он вновь отправится отбывать наказание в исправительную колонию. В настоящее время вор в законе из Кутаисии продолжает пребывать на свободе. Все возможные его конкуренты за это время, пока он был в тюрьме, либо умерли, либо попали за решетку. Возможно, это поспособствует тому, что вскоре он проявляет себя и станет персоной номер один в криминальном мире.